Что могу сказать? Просто вышел погулять. Блядь, да я боюсь, тут сейчас змеи могут быть, пиздец. Не хочешь просраться как следует? Да. Пизда! Это следы сумасшедших овец. Как подняться, сука? Здесь, друзья, красиво. Да. Пизда! Десятая шкала безопасности. Пизда! Я обещаю, я больше никогда сюда не приду. Для чего вот это вот благоустройство? Это общественное пространство. Не знаю. Страшно было, я манал ночью. Я только больше с тобой не буду. Уходи, бабки. Что это за заведение? Тут хоть раньше поток какой-то был. Посмотрите, какая она глубина, ебать. Да. Пизда! Открывал бак, вот так подкуривал. И спичку бросал прямо в бак. Знаешь, Доминск, будь здоров, братан. А, не могу. Терпеть вас не могу, вот таких хуйдёков, которые не дочат мусор. Европейцы вряд ли додумаются, да? Да? Да. Пива, блядь, пива. Подпишитесь на Максу, когда он заебал. Привет, народ. Честно говорю, не хотел никуда идти. Вообще не хотел выходить сегодня. Но заскучал. Спонтанный выход, спонтанный видос. Я вот прям только что закончил общаться с каррифаном Николаем. Он перезвонил, сказал, ну давай вместе пробздимся, давай. Там дерьмо и шприцы. Там сжённые скаты, всякие халабуды, построенные бичами и мусор. А здесь я. Лицезрение добра. Что могу сказать? Просто вышел погулять. Здесь рядом, недалеко от моего дома, есть такая балка интересная, в которую мы там мясо выходим жарить с семьями и всё такое. У нас здесь куча мест, где мы можем устроить пикничок. И несмотря даже на пару года. Один раз, я помню, мы выходили на санках, зима, снег. Огурцы замёрзли просто в щи. Мы были с водкой, мы были с мясом, жарили, короче, шашлык. А вот огурцы закатанные, они просто, они были ледяные, их нельзя было раскусить. Это рецидивистский подполковниц. Такой момент вспомнил, будучи, там, я не знаю, лет 9-12, мы собирали пивные крышки, короче, бегали, ложили их на железную дорогу. И когда поезд проезжал, он их плющил в такие капсы, и мы ними потом шпилили. О, знакомьтесь, тот самый Николай, про который я вчера стимал целый день. Короче, идём гулять. Колян. Да, Максим. Куда мы идём, ты знаешь? На речку Бонючку, наверное. Ну, и, короче, я хочу там пройтись. Два моста. Два моста, и там немножко пройдёмся, выйдем на пофе, короче. Ну, понял? Нет. Как нет? Нет, так не ходил. Ну, будешь ходить, что будет, неизвестно, посмотрим дальше. Пока вот так. Ещё раз объясни, почему ты мне не позвонил? Нет, смеху мало. Я начал затирать, бля, швы на плитке. Да, давай. Ну, я не вру бы. Ну, так я тебя слушаю. Думал, там на пару часов. Ну. Получилось на пять. На пять? Угу. Швы на плитке? Да. Вот даже ради этого уже стоит выйти из квартиры. Ты согласен? Да. Да. Смотри. Здорово для Макариша. Ну, да. Я бы на твоем месте сейчас сказал пизда. И было бы один-один, а ты, бля, проморозился. Коля, как вам обращаться, Николай или просто Коля? Так как хочешь уже обращаться. Как хочешь? Коленвал. Как ты часто был здесь? Детей было часто очень. Хорошо. Вопрос был поставлен неправильно. Прости каждый день. Когда ты в последний раз здесь был? В последний раз. В последний раз, очень давно. Маленький еще. На самом деле катался. Реально лет 15 назад? Доволься. Даже больше? Ух ты. Скорее 10 дней было. Уже все не просто, все не зря. Больше лет 3. Как это называется, скажи? Обора. Другими буквами. Не знаю. Лэп. Хорошо. Но лэп это не та грязь, которую ты стираешь каждый день со своей шеей. А лэп это как линия электропередач. Понял? Да. Ты сдал. Кошка, блядь. Кошка, блядь. Иди сюда, сука. Вот здесь, кстати, мой прадед где-то 200 кубометров бензина залил. Ну то есть дел много не надо. Просто какие-то спички. У нас товарищ был в Селухе. Он реально подъезжал, короче, на мотоцикле. Открывал бак. Я тебе отвечаю. Открывал бак. Он так подкуривал. И спичку бросал прям в бак. И никакого взрыва нет. Он еще не взрывается. Потому что она тухнет, пиздец. К сожалению, его уже нет. О, еще одна. Смотри, какие классные. Смотри, какие хорошие. Ух ты, чего? Щенята классные. Пацаны, если бы я знал, он вам что-то принес. У нас ничего нет, только семечки. Ну давайте отдыхайте. Завтра принесем. Мы не знали, что там есть щенята. Европейцы вряд ли додумаются, да? Использовать все, что, блядь, есть под руками. Чтобы не дай бог кто-то увидел, что у тебя за этим нищебродским забором растет. Вот для чего вот это вот благоустройство? Это общественное пространство? Я не знаю. Это так, например, да? Там вот оттуда поднимайся, поднимайся. Устал подниматься. Подошел, присел. Если тебе вообще трудно, короче, прилег, да? Ну и для этого это все. Какой-то маразм на самом деле. Терпеть вас не могу. Вот таких ух ты, ёпков, которые не дотят мусор до нужного места. Всяких лимонок, гранат. Понял, короче, привезти. И мы тут, короче, кидали в лужи. Страшно было. Я манал ночью поддатой. Ну, короче, наверное, это не войдет никуда. Ну, это опасно. Правда. Это тоже не войдет, наверное, в кадр. Да. Ну, я тебя опять вытянул. Ну, посмотри, ну, посмотри. А что ты меня вытянул? Я сам вышел. Ты сам вышел. Ты бы сейчас вышел. Куда бы ты вышел. Ну, куда бы ты сейчас вышел. Пошел бы кофе пить. И всю жизнь они прыгают, да? И время. Глянь, она просто высохла. Тут хоть раньше поток какой-то был. Глянь, воды вообще нету. Коля. Я был здесь, мне лет было, наверное, 17. Знаешь, Долинское. Да. Будь здоров, братан. Нет. Я же не говорю, это жабы квакают. Вот село Долинское, короче, Новослободка. Вот это оттуда, речушка наприлет, привет, привет, привет. Ну, что, пойдем дальше? Угу. Печальная история. Давай, давай. Еще раз твернишь, блядь, пойдешь домой. Ебать. А, тут на самом деле нелегко, блядь. Я вернусь по прежнему пути. На что-моему, не надо. Но все равно, смотри, да, вроде бы и от дома километра. А он где-то как будто уже в селе, да, где-то уже на природке. Согласен? Вот это что за растение? Вот его нигде нет. Даже то все знают, что это за заведение. Это заведение, вход в клуб покера. Когда тебя будет уже там, я не знаю, лет 50 с копейками, ты тоже захочешь уже не сидеть там возле телевизора, а собирать вот эту вот, не знаю, непонятную структуру ягод. Кстати, что это за ягода? Попробовать? Не буду. Слушай, если она растет, значит, какая-то польза есть в нее. А ты дорогой ходил? Ну, конечно. Я с волными здесь проходил всю дорогу. Мы раз ходили с Русиком, а Мирончику было где-то годика три, и он вообще пешком не хотел ходить. Он нын, на руки, на руки, короче, я его почти нес. А вот с Русиком я туда ходил, и там, там же вообще скалы. Там вообще ручки, там вообще интересно, круто. Так что, то ли еще будет. Смотри. Ты догадываешься, чьи-то следы? Абонат. Нет. Вот лучше за мной иди, чем ты пошел сейчас. Давай-давай, вперед иди. Не-не, давай ты иди. А почему так сюда? Это следы сумасшедших овец. Вот одна из них. Вытруси свои туфлики, да, вытруси, вытруси. Смотри, что-то эти пацаны, которые... Ну, и что? А мы же кого-то выше встречали? Да. То есть, блядь, у них телепорт. Они так вот хуяк и здесь. Да, да. Пизда, пизда. Я тебе говорю, Коля, вот здесь мы и приплыли. Блин. Зачет. Скажи, ты победил? Ах, пизда. Коля, вон твой дом. Вот мы круги наматываем. Ну, так а что? Ну, тебе нравится? Очень. Ну, так вот. Природа, красивые облака. Не водитель, не мрал? Закат, мрал. Есть только коньяк. Я так пойду. Ну, не знаю, я хочу вот так. Такова моя судьбинушка. Постоянно кого-то куда-то водить. Постоянно кого-то наставлять на путь истинный. Показывать дорогу. Учить жизнь этой нелегкой нашей житухе. Серьезно? Ну, ты видишь, как на самом деле все было просто. Надо просто подумать. А ты уже хотел вплавь. Ты хотел вплавь? Молодец. Десятая шкала безопасности. Непроходимые дебри и заборы. На нахуй. Смотри, короче, сейчас. Коля, как эта река называется? Река Средняя Хортица, Колян. Я только что хотел сказать. Занимался. Кстати, второе имя у этой реки. Река Бабурка. В чем прикол, что все села строятся на реках. Вот эта дорога туда идет. Все, пошли, пиздец. Не идет. Я не знаю, пошли. Пошли, Коля. Только так. И никак иначе. Здесь, друзья, красиво. Находится в 600 метров от Бабурки. Вот, прелесть. Пахнет природой, травой и дерьмецом, в которое вступил Колян. Да, Колян? Нет. Мы поднялись. И вот, смотрите. Я как-то здесь ходил. Перед приездом? Возможно. Ты вообще знаешь, что это за трон лавочка? Да. Пизда, блядь, проебал я. Ты даже себе не можешь представить, как это будет выглядеть на видео. Вот эта вот вся зелень, эта красота вся. Вот прям, прям красотища вокруг. Ты должен мне заверять. Взяли, побежали вниз. Ты залазим? Давай, блядь, побежали, блядь. Давай, дочери сюда. А, блядь. Пошли, блядь. Пошли, блядь. Сюда. Давай, давай, давай. Док, поднимай. Ну и вот. Когда ты бегал последний раз так классно? Так, тихо. Ага, понял. А здесь Мазепа точил свои ножи, но не доточил. Эти все застройки, они же начали образовываться уже где-то в 70-х годах. Хоть ничего не было, здесь был просто ров. Коля, давай вниз спустимся. Смотри, там немножко пройтись, вот так вот поворот, мы поверху, и потом там еще один мостик. Идем? Где-то тут все, значит. Пошли. Мы сейчас так на ту сторону выйдем, и там еще будет мостик, и как раз мы поднимся домой. Прямо, на носу я иду. Я сейчас иду с собой. Все, начинаю больше тебя переживать. О чем ты переживаешь? Ну вот в чем твои переживания? Скажи, кого ты боишься? Если ты знал, что я сюда буду идти, я бы хотя бы водички взял. Есть коньяк. Я иду прям пейся. Ну смотри сам. Пойдем. В водичке. А вот и мостик. Смотрите. Какой? Посмотри, круто ведь, Коля? Да. Пошли аккуратно по очереди. Все, и мы сейчас возвращаемся, как мы с тобой пришли. Серьезно? Нет, нам налево. Блин, я не думал, что мы так будем много снимать. У меня уже аккумулятора 31%. А, вот и место, Коля, твою мать. Вот же оно. Да. Был здесь хоть раз? Смотри, как тут круто. Да, ты что? Я сюда вообще не заходил. Смотри, как тут офигенно. Тупо, вот, тупо орало. Человек 20 здесь может отдыхать. Посмотри. Полянка, вот там вот колонки играет. Вот здесь вот мясо горит. Мы вот там фотографируемся, короче, это было у Слайка провожание. Неплохо, да? А главное, скалы. Вот откуда эти скалы? Это я построю. Классное место. Я тебе тут не сказал, что тут мостик. Я не знал, что тут есть вообще. Я не знал, что тут есть. Нет, я забыл, что тут есть. Вот смотрите. Вот неужели ты думаешь, что вот эта штука, вот она здесь просто так, глянь. Это же старая пристань, с нее рыбу ловили. Здесь река была плодоводная и широкая. Самы тут были. Это старая штука, вот. Так, ну давай. Да что там доверять, пошли. Ящерицы, повсюду ящерицы. Ну я могу тебя подвезти, если что. А то вот подвел. Полный пиздец. Смотри, здесь мост, он был, но его найдли. Деревяхи от моста. Давай попробуй перейти, может получится. Как получится у меня? Не знаю. Только кроссовка, вот посмотрите, я честно говорю, тут пиздец страшный. Сейчас, вон речка. Мы здесь переходили. Куда переходили? Еду я куда? Куда? Сейчас построю, если я лябну, спи, здесь. Ой, блядь. Все, вышел. Пошли. Блядь, пошли. Все, вон уже скала. Пошли. 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 Не надо тебе доверять больше. Мне не боли, смотри. Мне кажется, что я куда-то. Давай, давай. Как раз только я и Мау. Давай. Ну что давай, блядь, давай его подилишь. Ну быстро, тут, кстати, очень пахнет мятой. Да, где-то мята растет. Мята растет. Где тут куда наступать? Я не знаю, я сам еле прошел. Пошли. Подъем вон уже на скале. Уже все, нам вот это выход. Там точно нету. Там уже все, это конец связи. Да пошли, не ссы. Не ссы, тебе руку. Тебе руку дать? Конечно. Так давай, сам иди. Тебе руку дать? Да. Да я сам. Да давай, давай. Смотри, ты поймался в эту хуну. Покусал. Ну вот когда ты еще так погуляешь, а? Только со мной. Пиздец. Просто пиздец, блядь. Коля, пожалуйста, спаси, блядь. Я обещаю, я больше никогда сюда не приду. Коля, пожалуйста, тут, блядь, может быть, то, что хочешь. Как подняться, ссыка? Блядь, пожалуйста, нагоняй. Как же, блядь. Блядь, да я боюсь, тут все змеи могут быть. А, мама. Мама. Все, я спасен. Давай, я спасен. На, на. Сука ты. Ууу. О, это круто. Давай я тебя право отсюда подниму, давай. Давай, давай руку. Да давай подниму. Ты бы никогда в жизни сюда не залез. Я сюда больше с тобой не буду, хочу вообще. А, не могу. Не могу, Коля. Спасен он, джон. Смотри, какая тут красота, глянь. Пошли, говорит, там мостик есть. Пасы. Пасы, какая она глубина, ебать. Фу. Коля. Это ж надпись. Сделано в 12 веке до нашей эры. Тут не Коль написано. А? Что тут написано? Коля? Да. Пизда. 17% у камеры садится. Я не ожидал, что будет такой длинный интерес-то у нас видеоблог. Есть еще, давай сразу скажем до свидания ребятам. До свидания, ребят. Да. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Оставляйте классные комменты. А не как? Некоторые. Согласит, Коль? Садится камера, нам прям. Да? Да. Можно так подняться, а можно еще выше подняться. Кто-то там что-то себе планировал, глянь. Смотри, ступеньки. Да, какой-то спуск на некую дачу. И все пошло в неудачу. Домик. Вот я иду, и уже на уровне его крыши. Но мне интересно, как кто-то постарался, там всякие лилии железные сделал, красивые. Интересный забор с такими цветочками. Вот прям, кто-то прям заморочился. Не хочешь просраться как следует? Нет, тоже не хочу. Кто-то старался, влаживал деньги. И все. Жареная рыба, чувствуешь, жареную рыбу? Кто-то жарит рыбу. Я тоже называю ее рыбой, когда я жарю. Я такой хотел, маленькая. Ты только что шутку, блядь, не проебал. Ладненько, все, друзья. Всем мира и добра. Улыбайтесь. Ты устал? Да, что там? Да, да, да. Ты заебался? Угу, и плюс еще. Что, реально устал? А? Устал? Да, да. Пизда, да. На этом мы закончим. Подпишитесь, если Макса гадал, заебали. Да. Да. Редактор субтитров Н.Александр. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...